Привет, Гудгейм! Мы все еще на турнире по второму Саакрафту. С нами рядом Култи, веселый парень, тролль и еще оказывается Саакрафтер. Привет! Всем привет! Привет Гудгейму, кто за меня болеет. В общем, всем привет! Кто за тебя болеет? Ты так патроллишь! Пацаны, у меня в чате есть преданные, там, у Помича часто, там... Я Ник Аквакер, Энью Дай. Пацаны, я там, интеллигент, 178. Всех челиков помню, кто за меня топит. Спасибо вам, да. Почему ты так себя ведешь, но вызывающе опускать? Да я не знаю, типа, на самом деле, просто бывает скучно. Мне, когда нечего делать, я фигней страдаю. Ну, тупо могу бред какой-то написать, что у кого-то ноги воняет или еще что-то. Типа, просто это рофлы. На свой личный счет ничего не принимаете, вот. А так вот, типа, со всеми игроками, кто тут, я нормально общаюсь. И, ну, таких прям стычек, конфликтов у меня ни с кем, ну, нету. Тот же Касс, мы сейчас с Кассом нормально общаемся тоже, вот. То есть ты пытаешься быть аккуратным все-таки? Ну, как аккуратным, просто я люблю потроллить, но сверх такого супер-БМного ничего не пишу. Ну, бывает, может, про Мау напишу, но, типа, это тоже, ну, либо, вот меня любят черрики в чате провоцировать, когда, ну, чувак какой-нибудь играет из СНГ, например, Стрэндж играет на турнире, Стрэндж поиграю, и там какой-нибудь парень напишет в чате, ну, Стрэндж кусок говна там. Ну, вот я напишу, могу ему ответить там что-нибудь, ну, просто, чтобы он понимал, что так нельзя делать, и все. А так, все по-доброму. Так ведь ты сам так пишешь иногда. Не, про СНГ игроков никогда плохого не пишу, что, ну, не стараюсь не дезморалить их. Когда тоже Нейшн Варс был в России, играл, когда Артур проиграл, Барток, и кто-то третий там был, не помню, Ваня вроде, вот. Тоже все говном начали плевать, ну, я понимаю, что это быть игроком, и тебе неприятно, когда ты проиграл, ты на дезморале, а тебе в чате еще какие-то бомжи пишут, что, ну, ты не очень. И просто я вот игроком такого никогда не пишу. Могу, типа, написать, когда у всех нормальное настроение, потроллить, а так нет, вот. Расскажи о своей карьере. Помню, было у нас интервью, где была такая фраза, что хочу ставить на ВЦС ТОП-1. Что случилось с тех времен, почему не получилось? Ну, это было в Ходсе, я давал интервью вроде этот. Ходс, в общем, это была абсолютно другая игра. Я очень много тренировался, но у меня были результаты очень хорошие. То есть я и корейцев убивал, и, ну, реально очень хорошо играл. А сейчас то, что Лотфа, это, во-первых, уровень уже другой. То, что, чтобы быть в ТОПе, ну, даже не в ТОПе ГМЛа, просто чтобы выигрывать турниры, тебе надо обыгрывать таких игроков, как Шоу Тайм, ну, ТОП Европы. А этот весь ТОП Европы, он либо в Корее тренируется, либо, ну, очень сложно с ним тягаться, в общем. И, чтобы выйти на их уровень, надо очень много играть, очень много тренироваться. У меня просто этого... Ну, у меня время это есть, но у меня сил не хватает или нервов. Бывает, что я просто, ну, не могу уже играть. Вот, я пытаюсь из себя выдавливать что-то. И когда нет желания, уже результат не те. Просто игра меньше нравится, чем Ходс, и поднаедает уже Лотф. Не знаю, я жду какого-то нового аддона или продолжения StarCraft 3 или WarCraft 4, какую-то новую РТС-игру, потому что, ну, ничего не меняется в Лотфе уже на протяжении многого времени. Они баланс изменяют, но стратегии остаются теми же, принцип игры тот же. И, ну, надоедает, нет желания. Когда нет желания, нет результатов. Ну, концепция игры, билдов, то, что ПВЗ, один билд от Оса, когда ты выходишь на третью через Immortal Storm off, ты всю игру холдишь, пушишься, дефаешься. Ну, один план на игру. Все матчапы сводятся к одному всегда. И это просто скучно, реально. В Ходсе было как-то, не знаю, по скиллове. То, что тот еще в Лотфе может много рандома зайти. Более рандомная игра, чем Ходс, по моему мнению. Ну, и многие так считают, на самом деле, кто здесь находится. Тот же Крит, скиллоз. То, что, чтобы выйти на высокий уровень, надо очень много тренироваться. А на, вот, который мы играем, там, Мид, ГМЛ, Европы, это много рандома и такое. Не знаю, Ходс был более скилловым, как по мне. У вас в Скайпе конфа, да? Из каких-то СНГ игроков? Ну, не в Скайпе, а в Дискорде. Вот. Ну, Скайп уже такое старье, все многие в Дискорд перешли. А так, да, у нас конфа, там много, вот, овер, много человек. Человек 20-30. Там есть иностранные игроки, там, Инзейн, еще какие-то, я не помню, честно. Вот. Там Хелл Рейзер из русских. Я, Крит, Скилл Лоус, Неразим. Кто там еще? Фелленджер, Милка. Всех, типа, не могу перечислить, забыл, реально очень много. Ну, так, у нас есть конфа, да? Мы стримы смотрим вместе, игры какие-то, обсуждаем, что-то. Ну, это по старкафту, если помимо. Вот. Билды тоже, там, реплеи разбираем друг с другом. Кто-то что-то не понимает, там, мы помогаем друг другу. Там, кто-то на турнире играет, мы говорим, вот, что тебе делать против этого оппонента, что он играет. Я с ним играл недавно на ладере, сыграет то. В общем, да, конфа есть, и все друг другу помогают там. Ну, а помимо этого, просто жизненные какие-то вопросы обсуждаем, делимся, там, своими эмоциями, впечатлениями и так далее. Это можно заменить в какой-то мере команду, то есть, обычно вся эта работа, она проходит между тиммейтами. Вот такое общение, она может способствовать прогрессу игрока? Да, я думаю, да, потому что это даже круче, чем команда. Команда, многие люди бывают, их же набирают, они не сами, ну, захотел в команду, их там приглашают. И бывает такое, что в команде просто люди характерами там не подходят и так далее. Ну, вот я был в 3D, мы там играли, ну, как бы менеджмент хороший, а просто я с игроками не мог общий язык найти. Ну, и там не было, не с кем было ничего обсуждать. А так мы как, типа, мини-семья такая, и когда у нас на ментальном уровне, мы друзья в жизни, друзья в онлайне, там встречаемся иногда в Питере, вот с Кридом там на футбол ездим поиграть, еще куда-то в бар можем сходить. Это намного круче, ну, обсуждать с другом игру, чем с тиммейтом. Поэтому я думаю, что да, это лучше, как бы, что, ну, это может заменить команду, вот, ответ на вопрос. Чем ты сейчас занимаешься, сколько ты играешь, есть план развиваться в Стокрафте, или это уже больше, как по фану у тебя? Не, ну, я играю, типа, очень много времени у меня овер много, играю там по 40 игр, бывает по 20, по 30, зависит от настроения, то есть нет такого, что нет времени поиграть, или я просто не хочу мало играю. Всегда играю, типа, отыгрываю сколько могу, вот. Бывает доту по вечерам покатаем, ну, у нас так, там, я, Килоус, Крид, там, еще много людей, вот. Ну, так расслабиться чисто. Так, в планах, вот, мы хотим в июне буткемп сделать, снимать квартиру в Санкт-Петербурге. Я тоже Кридский Лоус, так как мы из Питера. Может, еще кто-то, если приедет, кто-то захочет, там, кто в Питере живет, я знаю, браток, там, не помню, ну, игроков не знаю, кто, откуда, поэтому, типа, спишемся, пишите, ребята, реально, чем больше народу, тем лучше. И в июне мы хотим буткемп на месте организовать, ну, просто вместе поиграть, потрениться, посмотреть, как это. И в июле поехать на Валенсию, если получится, на Дримхак Валенсию. Кого ты можешь выделить на ГСЛ и на ПЦС, кто сейчас топы? Ну, кто, Мару очень жесткий, реально, он очень лютый, вообще в ПВЗ, ой, в ТВЗ он вообще монстр макро. Тревин и Гасты, это очень круто играет. Из ТОСов, наверное, Статс, он очень стабильный. Мне нравится то, что он играет билды, как бы, сейфовые такие, не гемблит, как другие ТОСы, например, какой-нибудь СОС или, и так далее. СОС, конечно, играет визуально, зрителю смотреть интереснее, но как игроку мне, например, практичнее разбирать ситуацию игры. Я из Зергов, наверное, я не знаю, кто из Зергов. Они все, примерно, Зерги на одном уровне, мне кажется, играют. Вступление на Нейшн Ворс, это наш уровень? И второй вопрос, кого бы ты выделил сейчас среди наших? Ну, Нейшн Ворс примерно, типа, сыграл бы я. Я могу сказать, что я бы, может, выиграл. Ну, я бы выиграл, наверное. Я просто не буду ЧСВ, просто объективно, я бы, наверное, выиграл этих ТОСов. Ну, я понимаю, что это Бест-Оф-1, матч-ап, может, неудобно для Арктура ПВТ, то есть, многие терны жалуются. И, типа, они нормально сыграли, просто переволновались. Я уверен, что Арктур сильнее вот этого бомжа, которого он там максит, или кто-то, он был, типа, он лучше его играет. Просто не повезло, поэтому не надо винить ребят. И сборная тоже такая собралась. Мы примерно все на одном уровне сейчас играем. То есть, я выигрываю Димагу, Димага меня, я братка, браток меня, Кас меня, я Кас. И все друг друга выигрывают, как бы, и примерно уровень один у всех. Ну, я считаю, что Верди, конечно, посильнее сейчас остальных, потому что он, во-первых, корейский ладер играет, у него там пинга нет. Он очень много тренировал. Ну, он замотивирован, видимо, то, что у него сейчас личный спонсор, фулл-пэй, там, от Гера. То есть, он на турниры ему оплачивает. И у него есть тему тренироваться, если бы мне кто-нибудь сказал, вот, я тебе оплачу Валенсию, типа, я бы тоже играл, как бы, 24 на 7, понимаешь, что мне надо готовиться. Поэтому Верди замотивирован, и у него сейчас игра идет. Ну, Блай немного подсдал, как по мне. Остальные все на одном уровне, вот. Слова в чате, какие-то приветы? Пацаны, в чате, желаю, чтобы вас ноги не воняли. Вот, потом, всем моим друзьям привет с конфы, которые в Дискорде. И тут, которые, щелики, тоже им привет. Спасибо моей команде ИЦВ за что-нибудь просто привет тоже всем им. В общем, и кто болеет за меня, кто топит, и кто просто адекватный парень, всем респект. Спасибо. 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 Спасибо.